народ всем привет добро пожаловать в новую серию по спарже не забудли в этой серии снова спаржа ну обязательно постараемся затронуть сейчас я нахожусь у виталика в гараже мы меняем передние стойки на саморезе кратко нашел я на разборке полностью сборы передней стойки за тысячу рублей сейчас виталик их меняет но должно быть получше и все и там останется будет уже только найти передний бампер и два поворотника и все машина будет оставляться на продажу новые стоечки они поможем с десятки из девятки стойки ну даже опоры по моему с девятки вот старые да алика эти я просто перегородили путь убираю снег вот здорово придумали конечно о поехали видимо увидели что я начал снимать приехал к семену magic sound привет стыд бедолага бедная чё снял это кстати по поводу пневмы хотел спросить ты опускала ли она сама упала вот ее надуть просто надо целиком посмотреть где травить не травят то что мне в последнее время не нравилось где она это что-то с одной подушкой не так вот с этой вот сейчас накачает клапана послушаю но просто главное чтоб давление ниже 7,3 или 7,5 не падало и он не будет качать но в самом красивом в общем заезжал сейчас к семену забрал свое барахло так можно сказать и решил накачать пневму надуть хоть посмотреть спускать не спускает в итоге выяснилось то что у меня что-то страдает фигней левый задний клапан вот сейчас в общем накачали и все вроде сработало тоже звонил артуру спрашивал что за фигня может быть говорит либо попала грязь в клапан либо минус где-то по в общем не знаю пальчиком ну нажал чат на клапан пока семен надувал то хоп сработало все надуло то есть я так и не понял и гайка которая была на клапане я ее чипа от закрутил она была почему-то вообще так расслаблена может в этом проблема была в общем не знаю сейчас все надули и пусть она стоит надута и посмотрим может упадет давление упадет давление где-то то вот прямо что-то вот были которые морозы и у меня вот прям именно тогда что-то вот реально 100 страна думаешь и из ресивера травит тоже качает а на самом деле видимо вот и заодно только подушки течение подушки а клапана то есть он через него из ресивера даже потихоньку выпускался воздух ну и соответственно может с подушки тоже что ну не знаю часы поправить должно быть это нормально приехал к серёге в гараж плюс показать проставочки вот они мои бандура 8 сантиметровые чего я их провез я буду заказывать все новые четырех сантиметровые проставки и вот я провел показать как образец ведь это карчожная дрифтовая четверка шумит неимоверно чё-то пока нахожусь у серёги решил поставить разборку тут немного шумно они тут четверку всю свою настраивают сейчас буду ставить перспорку все готово я конечно не подстрекатель не подобреватель но что-то тут не сходится причем довольно таки хорошо так я даже не значит делать романа сильно так тут даже если попробовать сейчас в сторону поднять не тут жопа просто жопа ребята не ездите на кривых тачках короче народ начались у самореза небольшие проблемы как сказать то кончилась корзина походу у него сейчас был у серёги как раз еще просто повезло что на куш и сломалась потихоньку доплелся поискали не было у него сейчас корзины не степление ничего не не было лучше это чтобы подошло все на классику только сейчас созвонился с денисом благо я хорошо что про вообще торгнула меня к нему записаться заранее с утреца чтобы было время время как раз поменять все это дело то есть машина сейчас не едет ни хрена в общем сейчас догоню до его сервиса спасибо денис кстати вообще выручаешь самый нужный момент сейчас еще будет если замечательно если у него найдется и корзина и сцепление нет машина вообще ни хрена не едет вот тут с их одного пацаны стоят на меня смотрят ладно в общем такой еще небольшой лох как сейчас нашел то есть я отжму газ в пол все мотор крутится но она не едет и она с раба нос начинает схватывать когда я отпускаю газ то есть приходится мне так плавненько быстренько так нажимать газ и отпускать его и чтобы она как бы так небольшими толчками ускорялась это забавно так чувствуется и да и наверно со стороны выглядит то что к и это 11 ой защита исчеркнул едет и просто газом туда-сюда туда-сюда ну а чё делать наш доехать до сервиса если сейчас не доеду то придется толкать а меня ждут в общем доехала я до сервиса машина уже в конце перестала просто ехать сейчас на прямике появилась как бы сцепление то есть я вот ехал буксовал так и когда я выжил сцепление отпустил его что-то как-то произошло и она вообще появилась сцепление полностью но пофиг разогнался пока потому что вообще она уже в конце потеряла скорость еще жестко начало вонять сцеплением то есть не знаю сейчас она вообще даже передачи не хотела переключает то есть лучше даже педаль не стала выжиматься вот не знаю сейчас выдернул ладно хоть у сервиса тут заглох сейчас уже будем загонять и завтра ребята денису все надеюсь починят и найдут сцепление старая то что снова тратит на него две с половиной тысячи вообще ну не вариант полный ну чё тогда только завтра пипец они тут номер то все приварено так балка уже уставшая я нахожусь судейница в сервисе делают они саморезом все-таки пришлось поставить новое сцепление с корзиной купили самое дешевое тысячи за две с половиной ну где так оно стоит также сразу поменяли пыльник гранаты потому что он же был порванный но пока граната не захрустела в общем стойки стабилизатора забыла привести но в принципе пофиг они не так уж и важны и не нужны особо все жду уже ребята все собирают проехал чуть чуть пораньше чтоб потом мне не звонили не говорили беги забирай все равно воскресенье делать нечего семён опять просрочился переносится все до среды но там же все же если в среду не успевает я просто приезжаю забираю машину и там что-то уже будем решать потому что уже договаривались что воскресенье я заберу точно опять ничего не успел вот это колесо подавят и вот это дави вот сюда вот и